Всем привет! Сегодня хотелось бы сходить еще одно прекрасное место в Лондоне. Это Хамстед. Часто это называют Хамстед-виллэдж. И вот сейчас посмотрим... Ну, виллэдж это означает деревня, да? Сейчас посмотрим, что тут есть и почему виллэдж. В общем, Хамстед-виллэдж, да? Виллэдж почему называется деревня, потому что на самом деле здесь и правда раньше была деревня, и существовала она тихо и мирно, пока в 17 веке не обнаружили здесь минеральную водичку. Вот прям вообще красота какая. Мне вообще вот очень нравятся эти английские дома, конечно, такие они с налетом старины, такой какой-то легкой неухоженности. В общем, открыли. Здесь источник минеральной воды, там железистый какой-то. И сделали здесь бальниологический курорт. И началась, в общем, здесь такая движуха. Вот. Но потом этот курорт, на самом деле, загнулся. Он недолго просуществовал, потому что не выдержал конкуренции там с другими, в общем, английскими СПА, там с БАТом, не знаю, там, может быть, с БАКСТами. И здесь, в общем, опять началось затишье. Вот. Ну, в 19 веке провели железную дорогу сюда, и, в общем, снова здесь началось какое-то вот такое движение. Вот. Но, на самом деле, этот район еще, можно сказать, чем отличается тем, что здесь очень много миллионеров живет. То есть по концентрации вот этих вот людей вот в богатых домах здесь, наверное, больше, чем в другом каком-то районе Лондона. Вот. Хотя, может, он так не выглядит, да. Очень шикарно. Вот. Ну, это все маскировка. Вот. Но в нем сохраняется, да, своя атмосфера. Очень такая приятная, да. И поэтому, может, до сих пор его Вилыч там называют. И плюс еще его очень всегда любили тоже всякие творческие личности, там, писатели, актеры. И до сих пор, в общем, здесь и Стинг живет. Джуди Дэнч там. Ну, и много всяких-всяких креативных людей. Кстати, на горизонте видно Well Walk Pottery. Вот Well — это колодец, значит, да. И Well Walk, то есть улица колодезная — это как раз одно из тоже напоминаний вот об этой вот минеральной воде, которая здесь была. Так, сейчас посмотрим этот Pottery, что тут есть. Ну, атмосферка такая. Pottery — это значит гончарная, да, где горшки делают. Вот видно, атмосферка такая, в общем, креативная. Все тут и горшки делают. Все такое пыльное. И такой творческий, страшный творческий хаос. Вот это еще Flask Walk называется, да. Flask — это фляга. Тоже напоминание о водичке, которая здесь продавалась во фляжках. Ну, и вот это здание Wells and Camden Bath and Wash тоже, в общем, здесь была баня какая-то минеральной водой. Ну, а сейчас здесь просто люди живут в этом доме. Вот даже там машинка припаркована. Ну, и вот кроме того, как во всяком историческом районе, да, здесь есть такие исторические пабы. Вот этот один из них называется The Flask. То есть как раз тоже фляга. И он находится на Flask Walk, то есть на вот этой фляжечной, фляжечном проулке. Там, да. Вот. Если вы в Хамстеде, очень рекомендую посетить, потому что, ну, я считаю, что пабы — это тоже как-то, как сказать, каждый из них несет какую-то индивидуальность и историю, особенно вот такие вот старые. Вот. Ну, и, конечно, вот вообще вот этот вот Flask Walk — это такой hidden gem, как они тут говорят, да, спрятанная жемчужина. То есть ты идешь-идешь по главной улице, сворачиваешь, да, и оказывается, как будто ты вообще там не в Лондоне, а где-то в каком-то маленьком городке, да, со своей атмосферой. Вот. А буквально за углом там, да, магистраль и машины. Ну, это вот как бы то, что осталось историческое такое тут. Ну, и вот я всегда тоже всем рекомендую, если вы приезжаете в Лондон, да, то не только по главным улицам, да, не только на Оксфорд-стрит, в общем, надо бежать, вот, но ехать и прям сворачивать всякие маленькие улочки, проулочки, там вот эти Vox, Muse, потому что там всегда все самое интересное происходит. Вот здесь вот направо, кстати, можно посмотреть, здесь есть такой second-hand shop. Second-hand shop. Очень любят англичане вот это вот все. И там тоже книжный second-hand. Вот. И там всегда все самое нетривиальное и самое такое традиционное, интересное. То есть вот прям вот настоящий Лондон. Вот. А, вот проходишь буквально два шага и уже главная улица района. А вот этот вот симпатичный мужчина, который все время там в кадре мелькает с коляской, это мой муж. Ну и вот одним из тоже жителей этого района был в свое время Дигмунд Фрейд. И здесь даже музей есть Фрейда, ну, в том же доме, где он жил. Вот. Это, конечно, тоже такая интересная история. Можно отдельных прям видео, наверное, про это снять и в музей сходить. Потому что он сюда приехал, бежал, в общем, из Австрии, там, в 38-м году. Вот сюда вот еще свернем. Еще одна нашла старенькую лучку маленькую. В общем, Фрейд, да, он бежал не из Германии, а из Австрии он бежал, потому что он был еврей. И, в общем, тогда было не очень уже хорошо к евреям там все складывалось. Вот. В 38-м году он сюда приехал, но он уже был, на самом деле, очень болен. Там у него был рак, и он буквально через год умер уже здесь. Год прожил своего в Хамстеде. Вот. Но его дочь Анна Фрейд, она была его секретарем и тоже потом стала психоаналитиком. И она стала детским психоаналитиком. И открыла здесь в Хамстеде детский психоаналитический центр и клинику, и, по-моему, даже учебу. То есть она такой как бы пионер здесь. Вот. И она здесь жила тоже в этом доме, где жил Фрейд. Там в 80-х годах она умерла, и тогда этот дом стал музеем. Вот. Но я думаю, что интересно, да, тоже будет туда сходить, посмотреть. Как бы такая история очень интересная. Вот. А здесь вот тоже можно видеть, что вот эта улочка кончается, и дальше уже перпендикулярно идет опять какой-то проспект уже такой современный. Вот. В общем, выходим уже на следующую улицу, где все такое розовое-голубое. Тоже историческое. Вот. Но как раз еще раз хочу сказать, что куда бы вы ни приехали, заворачиваете всегда в проулки и переулки. Там все самое интересное. Да. Все самые такие неожиданные вещи. Сейчас покажу еще одну вещь. Поскольку очень большой спрос на жилье в Лондоне, то вот в подвалах, где раньше были, наверное, в викторианских домах там истопные или кухни, сейчас находятся тоже квартиры. И обратите внимание на окна вот на эти ужасные. То есть здесь и так сыро, да. А в подвале, наверное, с такими окнами вообще, да. Вот. Это апгрейд. Первый этаж. Вот. Да. К сожалению, и в хороших районах даже вот такие вот подвальные квартиры, вот они там вот, да, под каждой дверью есть, они будут стоить достаточно дорого. Вот. Вот такая вот. Такая тут печаль у нас в Лондоне творится с жильем. Вот. А у кого-то тут прямо джунгли во дворе. Тоже вот вообще так прекрасно. Я прям тут жила. Ну и еще что тут примечательного в Хамстете, это вот парк не парк, целый огромный лесной массив. Называется он Хамстед Хит. Он очень большой. Там 324 гектаров в нем. То есть тут гулять не перегулять. Вот. И все самые английские англичане надевают свои хантерсы, такие сапоги резиновые, тут популярные очень. И выходят сюда гулять с собаками. Еще одна такая достопримечательность в этом парке, что здесь есть пруды, в которых можно купаться. Их 3. Один мужской, один женский и один смешанный. Вот этот вот как раз, мимо которого мы идем, это для всех, для мужчин и женщин. Вот. И вход там платный, но недорогой. Там 1 или 2 фунта. Вот. Ну, интересно тоже, что вот я всегда говорю, что в Лондоне купаться негде. И мне вот в комментариях однажды написали, что что вы такое говорите, в хамстедских прудах купаются все, даже звезды. Вот. Ну, я не знаю. Мне кажется, стрёмная сама идея, что в одном пруду весь город купается. В этом смысле, как бы звезда человек или нет, мне кажется, разница небольшая. Вот. Вот с этой стороны, кстати, тоже пруд, но он просто декоративный, да, для красоты. И там, да, здесь уже никто не купается. Вот. Ну, с другой стороны, не знаю. Может, я, конечно, не права. Может, можно и покупаться. Вот еще одна особенность тоже здесь, в Хамстеде, это то, что здесь местность холмистая в парке. И здесь есть такой, называется он Parliament Hill, да, парламентский холм, откуда можно посмотреть на Лондон сверху. А вообще, это вот такое развлечение, конечно, у англичан своеобразное, да, они очень любят вот на этих холмах, там лавочки стоят всегда, и можно вот сидеть вот так вот, наслаждаться видом. А вот там кто-то дрон запускает. Вот. Здесь тоже на этом холме еще любят воздушные змеи, да, потому что ветер. Вот. Ну, на самом деле, да, приятно достаточно. Вот здесь можно посмотреть, что вот люди там и сидят, и лежат. Вот. И вот направо, если посмотреть, то там как раз открывается вид на Лондон. Вот. Но сегодня вот не очень хорошо видно, потому что сегодня такая дымка немножко. Вот. Или потому что может против солнца мы вот так вот идем. Вот. И здесь вообще тоже был такой закон, что запрещено было строить здания, которые бы перекрывали вот этот вот вид с Хамстедского холма. Вот. И поэтому, в общем, так сложилось, да, что вот здесь вот можно на лавочке сидеть и смотреть на Лондон. У нас тоже здесь один раз с мужем была фотосессия, как мы смотрим на Лондон. Ну, лепота прямо вот там. Видно все небоскребы лондонские. Красота. Красота. Вот в эту сторону уже не такой, конечно, прекрасный вид, но тоже такой умиротворяющий. Ну, сейчас осень, народу немного, а летом тут, конечно, прям вообще люди лежат на траве, как на лежбище котиков тут. Вот, да. Сейчас вот еще одну штуку покажу. Вот слышите, птички кричат. Не, не вороны. Да, вот эти вот, это попугаи. Здесь в Лондоне живут в парках попугаи, хотя это вообще не тропики. Сейчас как бы их снять. А вот, видите, они такие зеленые, что их даже там сложно заметить. Вот, и в общем, не знаю, как они зимой выживают, но вот в парках, да, вот здесь живут такие зеленые попугаи. Я когда приехала, первый раз увидела, вообще сильно удивилась. Ну, и вот тоже, смотрите, цикламен расцвел осенью. Ну, лепота же, да. Спасибо всем, кто посмотрел видео. Надеюсь, что Хамстед вам понравился. Поэтому, если вы в Лондоне, приезжайте, не пропустите. Самое лучшее на метро, потому что вы не будете связаны с паркингом, как мы привязаны. И здесь можно много посмотреть, гораздо больше, чем я показала. Ну, и, в общем, на этом все. Всем спасибо. Хорошего дня. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok